Валерий Курасов, Валерий Курасов, Светлана Спасибо, что пришел. Вон, да, там уже день, да, уже скоро самый разгар рабочего дня, выходного рабочего дня. Так, Георгий, надо включать презентацию. Да, я попрошу включить мою презентацию, тогда я здесь буду пролистывать слайды, а вы когда видите, что я переключаю, переключайте там у себя, пожалуйста. Видно, да? Так, ну я поставил слайды. От нас же видно картинку? Коллеги, пожалуйста, остраивайтесь, приглашайте, там есть какие-то пирожки, чай, кофе, можно его взять, перепустить просто, чтобы было в своем себе. Алло? Алло, алло. Так, ну я поставил, да? Да, я вижу. Итак, меня зовут Георгий Баталов. Георгий, мы видим презентацию, давайте начинать. Да, я представляю компанию «Космоснимки» и проект, который мы начали в 2010 году, когда была довольно чрезвычайная ситуация с пожарами памятные москвичам, которые москвичи уже, конечно, начинают подзабывать. Ну, прошло много времени и проблема как бы отдалилась. Вот мы сейчас хотим, в том числе и нашим мероприятием, немножко расшевелить наше сообщество, здесь напомнить о той проблеме, которая актуальна для удаленных регионов и сейчас очень актуальна для Забайкалья. Я немножко расскажу о технологиях и их применении. У меня будет совсем немножко концепции и побольше я постараюсь рассказать о, собственно, о задачах, которые можно ставить перед собой практически в рамках нашего мероприятия, в рамках этого. Вообще, пожары – это не самое разрушительное явление в ряду глобальных катастроф. Если мы посмотрим в глобальном масштабе, мы поймем, что наводнение там причиняет большой ущерб. Вот недавно, в том числе, была работа, выпущенная немецким университетом одним, которые посчитали статистику там аж с 1900 года. Вообще не знаю, как они это сделали, это какая-то очень крутая методика. Собрали сведения из архивов, вытянули их, обработали автоматом какие-то многочисленные исторические архивы, текстовые, да, в основном. И как-то это все перевели на язык современных денег. Вот, по-моему, это называется база, этот проект называется «Катастрофик Дейтабейс». Вот как-то так. В общем, если говорить про наш российский масштаб, то для нас есть две беды, все остальное – катастрофа, как была шутка в таком-то время. На самом деле, две вот такие природных явления масштабов ЧАЭС – это наиболее влиятельность по ущербу, это наводнение и пожары. Если к пожару мы еще присоединяем засуху, то этот ущерб, ну, он значительно вырастает. Тогда уже пожары становятся очень значительным явлением с точки зрения ущерба со стороны природных катастроф. Вот в 2010 году как раз была такая ситуация для европейской части России, когда была засуха, на это наложились пожары и так далее. Соответственно, это повышает риски, повышает последующий ущерб. Что с точки зрения технологий? Важно, что пожары, пожары, да, вот в чем мы специализируемся? Мы можем детектировать, мы можем мониторить и мы учимся прогнозировать. Какие существуют сейчас инструменты мониторинга? Откуда берутся данные? То, о чем говорил коллега из агентства лесного хозяйства, и то, что используем мы как основной источник информации, это спутниковые сенсоры. То есть это камеры, установленные на борту космических аппаратов. Многие хорошо уже посвящены в тему этих средств мониторинга, потому что они наиболее вообще широко известны. Другие средства, они более новые, более инновационные, с одной стороны. С другой стороны, как авиапатрулирование, это довольно классический метод для службы авиалисохранных. Тут коллеги меня дополнят и поправят. Опять же, я не специалист в этой теме, но авиапатрулирование, оно пополняется новыми средствами техническими. Ну, это там беспилотники. Вот сейчас такой технологический был. И довольно относительно новой системы мониторинга, это видеомониторинг. Мониторинг с камер, он вообще как бы темная лошадка на этом поприще мониторинга, потому что, ну, почему я скажу в дальнейшем, там, опять же, меня можно заподозрить в какой-то предвзятости в отношении систем космического мониторинга, но не чусь, я просто сужу, так сказать, по открытым источникам, но вам предлагаю делать то же самое. Как обрабатывают и представляют эти данные? Значит, вот что касается спутниковых сенсоров, космических аппаратов. Здесь есть целый стэк, причем разработанный в основном в американских университетах, открытых пакетов обработки данных, на которой существует широкое сообщество подписчиков, разработчиков. Эти данные требуют некого порога входа, требуют некой экспертизы, но это все нарабатывается, значит, со временем. Главное, что эти технологии открыты, их можно применять, ими можно обмениваться, они развиваются. Это базы данных, архивные базы данных. Здесь все медленно меняется, я бы сказал. Нету прям таких высоких темпов, как в IT, в каких-нибудь обработках, фотках, фоток, не знаю, чем-нибудь еще таком, вот, связанном с гумом социальных сетей, как в IT-технологиях. Тут все как бы медленнее. Но, с другой стороны, все это очень прочно взаимосвязано с веб-технологией. Поэтому, как бы, вот эта общая динамика IT-рынка, она влияет и на динамику обработки таких данных, как данные со спутников. Это нас подстегивает, мы очень, как бы, интегрированы с веб-технологией. Что касается данных, получаемых в результате авиапатрулирования, я здесь затрудняюсь, на самом деле, прокомментировать ситуацию, потому что для меня, как стороннего наблюдателя, очень мало таких вот данных, как бы, доступных, мало данных, которые могут использовать разработчики. Это система отчетности метро. То есть, это системы, которые обслуживают, вот, там, региональные ведомства, и которые дальше данные попадают в отчет. Безусловно, это данные, которые более точны, могут оказаться по сравнению с данными космического мониторинга. Тем не менее, доступ к этим данным, он, вот, как бы, такой, он в рамках ведомственных систем. Видеомониторинг — это вопрос. Вот, значит, по своему опыту я могу сказать, что, вот, вы видите, для привлечения внимания картинку в левом углу, это картинка с нашей карты пожаров, некая региональная статистика по данным космического мониторинга. В правом углу это скриншот с сайта, как раз, системы видеомониторинга, которая, вот, я вывожу картинку, во-первых, это, оказывается, ночь, ничего не видно, во-вторых, данных самих пожаров недоступно. То есть, это, скорее, такие демонстрационные системы, которые разворачиваются в регионах, данные, с которых решает публиковать ли или не публиковать заказчик. То есть, региональная власть. И, как правило, она решает не публиковать. Моя история общения с провайдерами, с интеграторами, с производителями системы видеомониторинга, она закончилась на совместном проектировании некого API с лесным дозором. Лесной дозор – это такой проект, но с Нижнего Новгорода, одно время очень известный, тоже после 2010 года, вот, закончилась на этапе проектирования. Никаких данных не интегрировано, публично недоступно. Итак, источники и сервисы данных о пожарах. Ну, здесь я долго раздумал, какой скриншот мне, значит, воткнуть в этот слайд, и в итоге остановился на скриншоте с нашего сайта. Но, на самом деле, я ничуть не умоляю других систем. Во-первых, это, я просто скажу о них в свете того, что в основном используют российские пользователи, да, я подозреваю, что еще есть региональные системы, какие-то источники данных, сервисы, доступа к данному космическому мониторингу, но о них я просто меньше знаю. Значит, первая система, и очень широко известная, это Фернс НАСА, это сервис, который был развернут, собственно, производителями всех тех спутниковых аппаратов, данными с которых мы пользуемся. Да, то есть это американские аппараты, но можно говорить о каком-то количестве спутников российских, о каком-то количестве спутников интегрированных вот в эту официальную систему государственную, о которой говорил коллега из Авиалесохраны, но реально, в реальности данные поступают только с американских спутников, они наиболее рабочие эти данные, они наиболее стабильные эти данные, вообще с ними можно работать. И вот провайдеры этих данных это Фернс НАСА, значит, как я уже говорил, это наш проект, который начался в 2010 году, проект компании Сканекс, называется «Карта пожаров», вы видите тоже линк на этот сайт, о нем расскажу дальше чуть подробнее, и это российская государственная система из ДМ, о которой говорил коллега из Авиалесохраны. Она, в принципе, была в гостевом режиме доступна на сайте aviales.ru, значит, ей можно в каком-то ограниченном режиме пользоваться, ей пользуются специалисты Авиалесохраны, она как бы является официальным источником данных дистанционного задирования, данных с космических аппаратов для специалистов вот этого ведомства, для сотрудников Росвискоза, то есть занятых непосредственно в реагировании на пожары. Несколько слов о «Карте пожаров». Как я уже говорил, проект запущен в 2010 году, то есть он относительно других систем мониторинга, более классических, и той же самой СДМ, он такой относительно более молодой. СКАНОКС, наша компания, имеет ключевую компетенцию, связанную с сетью приемных центров обработки данных со спутников. Ну вот достаточно привести пример с Government Shutdown, это вот американский, такой некоторый был политический кризис кратковременный, в результате которого, тем не менее, оказались недоступны американские сервера. И вот в этом случае, оказывается, очень важно принимать данные со спутников на свои собственные станции, обрабатывать их на своих автономных приемных центрах. Ну вот я так вообще говорю, как бы если бы мы планировали действительно какие-то автономные системы, потому что вообще весь этот тренд, это все во многом слова, часто сталкиваясь с реальностью, мы обнаруживаем, что мы совершенно не готовы к автономным системам. Я уж не говорю про интернет в целом, я говорю про какие-то просто отдельные кластерные задачи. Поэтому система вот автономных центров, она может оказаться очень важна, кроме того, это фактор оперативности обработки данных. Посещаемость проекта очень разная, от сотен до десятков тысяч посещений в сутки. Это СМИ-эффект, когда на нас публикуют ссылки или публикуют, вообще в основном публикуют, как я заметил, по ЛАЗу и по интернету, я заметил, публикуют просто скриншоты, выбранные с нашего сайта. Не всегда указывает источник информации, но когда публикуют ссылки, вот возникает такой эффект, возникает такой эффект генерации трафика. И есть более-менее стабильное ядро пользователей. То есть мы так понимаем, что нашим сайтом пользуются именно те, для кого пожарные данные важны, нужны. То есть не те, кто пришел просто по публикациям в СМИ, просчитав какую-то информацию из какого-то инфоповода, а те, кто эти данные как-то использует в своей работе. Вот такие пользователи нам очень важны, очень ценны. Данные получаются, как я уже говорил, с космических сенсоров. Это система MODIS, новый спутник NPP, американский, на нем установлен прибор, прибор называется WIRS. Данные эти тоже интегрированы в нашу систему. Это данные, опять же, с открытого американского спутника Lansat. Они служат, они просто интегрируются на сайт. С них бесполезно обрабатывать пожарные данные в автомате, потому что это все равно низкая оперативность. Lansat — это раз в 7 дней примерно и больше пролет над одной и той же территорией. Поэтому он скорее служит, когда Lansat попадает на какой-то конкретный пожар, он служит как дополнительный источник информации для уточнения границ пожаров, для уточнения динамики развития пожаров, потому что это более высокое разрешение. У нас интегрированы данные OpenVADMF, о котором было сказано в докладе Дениса передо мной. Это погодные слои. Вы можете там посмотреть. Туда еще чуть-чуть подмешаны данные в GESMETIO на Россию. В общем, пока мы, так скажем, по первой стадии этой интеграции с погодными данными, мы надеемся в ней делать дальнейшие совместные шаги. Сервисы, которые предоставляют карты пожаров, это, собственно, карта, в которую можно смотреть, это API, в которой могут пользоваться разработчики, на которой есть ссылка с сайта Хакатона, в том числе и ссылка с сайта карты пожаров. И еще отдельный сервис, который заслуживает на упоминание, это новости. Я о нем скажу вкратце, чуть подробнее. Вот примеры картинок с сайта. Пример, как раз снимка Лансат, территория в Иркутской области. Вот там большой пожар, который действует в Братском районе, угрожает задымлением городу Братску. Это тоже достаточно серьезная проблема для Иркутской области, задымление в городах. И вот мы видим примерно эффект от съемки Лансат на карте пожаров. Более регулярная съемка, которая обрабатывается автоматическим образом, с которой получаются данные о пожарах, это съемка МОДИС, она на скриншоте ниже. На ней, например, хорошо видны дымы. Существуют другие синтезы цветов, каналов этой съемки, с помощью которых можно, наоборот, отфильтровать дымы и разглядеть свежие гали. Это тоже такое довольно распространенное применение у специалистов по дешифрированию спутниковой съемки. Сервис, о котором хотел бы сказать еще отдельно, это агрегация новостей. Мы автоматически интегрируем новости. Это еще один наш проект, такой стартапный проект по мониторингу новостных источников. И результаты его интегрированы в карту пожаров. Например, новость, которая была в июне 3-го, мне попалась на глаза и как-то так запомнилась. Новость опубликовала телекомпания «Аригус ТВ» байкальская про пожар в селе Уакид в Бурятии, как раз у вас, коллеги. И когда эта новость интегрирована на карту, мы имеем возможность посмотреть и контекст обстановки на спутниковой съемке, непосредственно пожарных данных, обработанных со спутникой, и, собственно, увидеть там ссылки на источники информации новостные. Потому что эту новость потом много раз ретранслировали. В итоге, по-моему, надеюсь, все закончилось хорошо. Но ситуация была такая очень рискованная для жителей этого поселка. Может быть, кстати, Гриша Куксин, я не знаю, в своем докладе как-то прокомментирует такие истории. У нас там дальше ожидаются очень интересные еще доклады. В результате вот этот новостной мегаторинг, который происходит на автомате, это тоже такая некая технологическая штука, которая позволяет определить событийный контекст. То есть, если у вас есть какой-то ЧАЭС, пожар, наводнение, вы можете таким образом, используя агрегацию новостных источников, оценить вообще медийное внимание проблем. Потому что она оказывается очень разной, на самом деле. Некоторые проблемы проходят мимо внимания СМИ, они остаются на уровне, так сказать, внимания региональных СМИ. То есть, они остаются близки тем, кого эта проблема касается. А на уровень федеральных СМИ там не выходит. С другой стороны, вот там, когда прилетал Путин, например, в Бурятию, ну, понятно, там, в Иркутск область куда-то он прилетал, вот этих новостей там было море целое. Это очень интересно выглядит на карте, такое просто скопище новостей. В общем, дополнительно мы пытаемся в автоматическом режиме классифицировать, анализировать экстренность новости. То есть, вот степень emergency новости. Мы пытаемся понять, насколько эта новость важна, и важна в том числе по временному фактору и по содержанию. Мы такие новости отмечаем красным маркером. Ничего пока лучше не придумали. Дополнительная информация, кроме того, новости являются дополнительной информацией и с точки зрения детектирования пожаров. Потому что, например, вот космическими системами мониторинга, о которых мы тут все говорим, ими был пропущен пожар. Есть и недостатки у этих систем. Вот, пожалуйста, 22-го числа был пожар рядом с Улан-Удэ, что мы видим по новостям. Вот вы видите скриншот с мобильного экрана сайта карты пожаров и новости о том, что вспыхнул пожар рядом с Улан-Удэ, рядом со станцией дивизионной. Он был пропущен. Его то ли быстро потушили, то ли что-то такое, то ли он был... Но в начальной своей стадии он оказался закрыт облачностью на том снимке, на том пролете спутника, который был во время действия этого пожара. И в результате он не детектировался космическими системами мониторинга. Причем, как раз вот коллега говорил о том, что до 30% пожаров космическими системами по данным их проверок, если я правильно уловил, он вылетает. То есть он не детектируется космическими системами. И тут еще вот последний, надеюсь, концептуальный слайд в моей презентации. Это концепция связанных данных. Ну, как раз если говорить... Сейчас я говорил о технологиях детектирования и мониторинга. Если мы говорим о прогнозировании, как бы уже о следующей стадии, вот здесь никуда без связывания данных. Здесь нужно пытаться построить технологически связанную модель данных. То есть начинаем мы с того, что мы ищем источники и пытаемся построить как бы некоторую комплексную модель данных на основе данных метеоинформации, на основе вот этого текстового парсинга новостных источников. Можно сюда подключать и социальные сети, в зависимости от проблематики кризисных ситуаций, и данных метеомоделей. Это, безусловно, тоже очень важная компонента. Вот здесь у нас есть такой новый стартап, в рамках которого мы пытаемся эти модели как бы начать осваивать и на основе них сформировать продукты для пользователей. А хочется еще сказать о потенциальных задачах для Кокатона. Вот эта часть очень важна. Я надеюсь, что там хорошо видно мелкий текст. Не было времени, к сожалению, у коллеги получше подготовить вот эти слайды. На сайте Кокатона есть ссылка на эти материалы. Это ни в коем разе не отменяет ваших собственных инициатив. Это скорее некий совет по тем задачам, которые мы, в принципе, перед собой ставим, и в том числе, которые могут решаться в формате Кокатона. Значит, одна из задач – это какая-то разработка вокруг статистики. Статистика вызывает массу споров. Она все время фигурирует в СМИ. Это все время некая точка конфликта между общественными организациями. Вот мы говорили в самом начале, что наше мероприятие, оно ориентировано на три группы пользователей. Ну, мы попытались. Мы попытались замахнуться вот на такой широкий охват. Это технологи, с одной стороны, разработчики. С другой стороны, те, без кого разработчики не мыслят своей деятельности. Это потребители информации, специалисты. С третьей стороны, это общественные организации, вот социальные проекты, которые как бы контролируют нашу общую деятельность. И вот статистика – это такой всегдашний спорный момент, сложный момент. С одной стороны, просто интересно читать эту статистику, на самом деле, без каких-то живых примеров. С другой стороны, она очень часто визуально ненаглядна. То есть вот можно подумать на эту тему. Как, например, есть сайт вот этой единой федеральной службы статистики, на котором довольно регулярно публикуется поквартальная статистика Рослескоза. Она там визуализируется на графиках. Можно взять и сравнить, например, эту статистику. Она там доступна для скачивания со статистикой, которую предоставляет систему космического мониторинга. И сделать такой сервис, который в автомате будет сравнивать эти статистики. Конечно, там много нюансов. Конечно, там начнут говорить специалисты, что мы где эту статистику выдаем в режиме отчетности. А эта отчетность, она учитывает много факторов, там, лесные, нелесные пожары и так далее. Но все равно у нас такой сервис и как бы общая корреляция этих статистик, он был бы интересен, на мой взгляд. Дальше одна из задач, которую мы ставим в рамках карты пожаров, например, это создание открытой базы техногенных источников, которая у нас сейчас довольно ограниченная. Она доступна только по России. Мы хотим ее размахнуть на весь мир. Значит, вот ложные термоточки – это то, что дает такой вклад дезориентирующий в информацию о пожарах. Потому что пожарами не является, но при этом выглядит как пожары на спутниках данных. Ну, например, вот картинка как раз для привлечения внимания, картинка в Персидском заливе. Я там вначале, когда был скриншот с карты пожаров, хотел задать вопрос, но если вы откроете карту пожаров, что там так горит, собственно, в Персидском заливе? Вот если мы посмотрим на ночную карту, ночную съемку на основе спутника Вирс и посмотрим на наложенные вот эти вот красными точечками, вы видите наложенные термоточки, которые определены как потенциальные факела, то мы видим, что там вот нефтепереработка, там добывают нефть, там у них, слава богу, ничего не горит, у них там все хорошо. Они там добывают нефть. И это сжигает там попутный газ, который выходит при нефти, при технологии зобычи нефти. Им он там для утилизации, он им не особо нужен, у них и так полно этой нефти. Вот. Так вот, есть источник данных, очень полезный, его предоставляет NOA. Это ночные пролеты со спутника NPP. В моей презентации приведена ссылка, и в материалах фукатона, по которым вы можете зайти по ссылке на сайте, там вы можете воспользоваться этой ссылкой. Там доступны ежесуточные выгрузки по ночным пролетам с этого спутника. И это потенциально техногенные источники. Вот интересно эти источники как раз наложить на карту, и на основе спутниковой подложки посмотреть, действительно ли там есть добывающая инфраструктура. Действительно ли эти термоточки, определенные как потенциально техногенные источники, они соответствуют реальной картине на местности. Если да, то такие точки мы добавляем в нашу базу, мы таким, а потом в дальнейшем используем эту базу для того, чтобы маскировать термоточки, получаемые со спутников, чтобы скрывать вот эти вот ложные пожары. Дальнейшая задача, собственно, вот так это выглядит на спутниковой съемке. Вот вы видите там трубопроводы, вы видите как бы добывающую инфраструктуру, или вы видите завод, который дает свои засветы, там из-за сильного теплового излучения от труб, от плавильных. Вы видите как раз вот эти вот термоточки на фоне завода. Понятно, что там не пожар, понятно, что там техногенное тепловое излучение. И последняя, но крайне, но не последняя, как-то говорят, last but not least задача – картирование торфяников. Я надеюсь, что с ней нам сегодня тоже помогут специалисты Greenpeace, которые в эту задачу вложили много собственного труда. Мы используем границы торфяников для того, чтобы создавать сервис оповещений о термоточках, зарегистрированных в границах торфяников. То есть это такие рисковые ситуации с точки зрения пожароопасности на торфяниках. Потому что когда там проходит, например, травяной пал, я тут полагаюсь на Гришу Куксину, что он расскажет об этом подробнее, как эти данные используются в пожарной работе.